Добрый вечер чат активист ДВК. Сегодня с вами буду я Жанна Ботта и я хочу понять хорошо ли меня слышно спасибо большое я бы хотела сообщить что сегодняшняя тема эфира это права человека если исходить из той концепции что все мы с вами активисты и все мы заинтересованы в том чтобы в казахстане как можно быстрее произошли перемены эти перемены носили качественных характер начинать конечно надо с правовой грамотности хотя бы для того чтобы иметь возможность защитить себя своих друзей и для этого нам надо понимать самые простые элементарные вещи начиная с прав человека я не являюсь специалистом по правам человека также я не являюсь юристом но связи с тем что в определенный момент моей жизни я столкнулась с произволом как со стороны полиции так со стороны судов так стороны других должностных лиц все равно рано или поздно каждый из нас приходит к пониманию того что до тех пор пока мы сами глубоко и четко не начнем изучать определенную тему мы не сможем себя там достаточно грамотно и хорошо защищать и вот мне тоже в какой-то момент жизни понадобилось изучать законы права людей для того чтобы понимать насколько обоснована то что я делаю насколько обоснованы мои требования на что я могу рассчитывать и я думаю что каждый из вас если мы активно участвовали в событиях которые инициировал двк зиму и осень и лето этого года я думаю и до этого люди которые занимались активной гражданской деятельностью они все так или иначе сталкивались с этим вопросом а если нет то я всем нам предлагаем начинать с изучения конституции из тех прав которые нам гарантированы конституции казахстана и тогда будет более менее понятно на что мы с вами можем рассчитывать прежде всего наша конституция декларирует такую вещь такое утверждение что все мы несем перед нынешними и будущими поколениями ответственность за то чтобы казахстан занимал достойное место в мировом сообществе и мне нравится эта вступительная часть которая звучит мы народ казахстана объединенный общей исторической судьбой созидая государственность на исконно рук казахской земле осознавая себя миролюбивым гражданским обществом приверженным идеалом свободы и равенства и согласия желая занять достойное место в мировом сообществе осознавая свою высокую ответственность перед нынешними будущими поколениями исходя из своего суверенного права принимаем настоящую конституцию то есть декларируется таким образом что конституцию принимал народ казахстана и это отчасти правда девяносто третьем году достаточно большое количество людей приняло обсуждение в этой конституции но и дальше это все изменилось но то как она звучит согласитесь это красиво и гордо другое дело что это не соответствует действительности и так первая статья и первая часть первой статьи декларирует следующий республика казахстан утверждает себя демократическим советским правовым и социальным государством высшими ценностями которого являются человек его жизнь права и свободы если опираться на уже на первую часть мы видим что это огромное количество несостыковок из того что говорит и декларирует конституция и как это сильно расходится с тем реальным положением вещей которые сегодня и существуют в казахстане понятно что не может наша страна утверждать себя демократическим правовым и социальным государством тем более не может утверждать что высшими ценностями нашего государства является человек его жизнь права и свободы мы все знаем что повсеместно права и свободы людей нарушается поэтому ссылаться на этот принцип конституции возможно даже распечатать и оставить его где-то там на стекле автомобиля но я уже как бы так образно говорю но это основной принцип на который надо постоянно ссылаться и показывать людям которые нарушают ваши права например тем участковым тем полицейским которые запрещают нам участвовать в каких-то массовых организациях акциях и так далее то есть этот принцип он как бы декларирует абсолютно все те вещи утверждает все те вещи которые мы с вами проводили все акции все мероприятия конституции мы имели на это право по конституции и люди которые все это отменили они разумеется отменили в первую очередь закон основной закон страны конституции конституция была остается основным законом который принят казахстаном на котором ссылаются даже первичнее чем в отправлении уголовного законодательства гражданского законодательства и в связи с этим обращаться конституции все время требовать соблюдение этих норм и статей это правильно законно неважно насколько у нас будут следовать этому полицейские их тоже надо образовывать потому что поголовно в массе свои полицейские прокуроры другие силовики которые занимаются якобы отправлением правосудия правоохранительной деятельностью они в массе свои поголовно неграмотные к сожалению так же как и мы с мы все тоже с вами вынуждены обращаться в крайнем случае к тем документам которые закона законам и той же конституции уже в крайних случаях и в связи с тем что впереди осень активная политическая деятельность и я надеюсь что всех нас тоже ждет какая-то активность и что мы будем проводить опять митинги и акции конечно каждому из нас надо заняться прямо сейчас самообразованием повышать свое правовую правовые знания и вот в этом смысле я вам всем рекомендую начать конституции открыть нашу конституцию законспектировать распечатать какие-то вещи для себя оставить вот как наглядный материал очень сложно в понимании нашего человека отражается такой принцип как единственным источником государственной власти является народ он как бы звучит во всех конституциях там мировых там где установлена демократия и у нас тоже в нашей конституции статье 3 первой части это тоже принцип задекларировано что источником государственной власти является народ казахстана но мы не являемся на самом деле таким источником все прекрасно понимают что проявлять наши гражданские права государство нам не позволяет нас преследуют по разным причинам и ссылаются на всевозможные подзаконные акты которые на самом деле на фоне конституции являются незаконными и их нельзя считать их нельзя применять в отношении к политической активности гражданской активности людей тем не менее оставаться активными гражданами тем не менее влиять на государство все равно нужно и можно даже каких-то маленьких вещах то есть вот когда мы хотим действительно показывает что мы являемся гражданами нашей страны так или иначе надо все равно проявлять какую-то общественную активность ввести какую-то маленькую хотя бы общественную деятельность и шаг за шагом вынуждать государство признавать нас как тот самый источник государственной власти я приведу пример как это работает здесь в украине сейчас украина перешла к такой модели называется децентрализации экономики когда все государственные бюджеты распределяются по регионам и все что допустим в регионе добыта ставлю остается там и какой-то там процент распределяется в центр но основная часть остается в том регионе который заработал эти деньги и распределением этих бюджетов занимается сам народ причем занимается вот активно на местах вот например я живу в софийской борщеговки недалеко от киева такой пригородный центр и у нас есть например сайт на который может зайти любой житель зарегистрироваться но ко мне это не относится я не являюсь гражданином украины вот но любой гражданин украины может зайти на этот сайт и посмотреть как местные власти будут распределять бюджет района который им выйдет какой бюджет вообще выделен на что он пойдет вот я например вижу такие расходы как элементарно да там обновить дорожки по школам да то есть вот существуют школьные какие-то такие пешеходные дорожки существуют специальные тротуары которые ведут к школам все это обновляется рисуются пешеходные знаки восстанавливаются какие-то там дорожные покрытия и вот таких примеров множество да там либо какое-то идет распределение на медицинский бюджет либо идет какое-то распределение на строительство детских площадок то есть во всем этом принимают люди участие каким образом они сообщают что вы допустим в таком-то районе там-то там-то требуется это сделать или еще где-то что-то это все потом обсуждается причем собираются собрания даже не только вот онлайн а собирают их людей на собраниях живьем там они очень спорят при спорят довольно остро и принимают решение как распределить бюджет где какие цветы посадить где какие строительные работы провести так далее и вот это я понимаю то есть я считаю что это правильно теперь представьте как это работает масштабах страны каждый человек каждый любой масштабах страны может принимать активное участие в распределении элементарно бюджета и это и есть гражданское осуществление гражданских прав человека кстати права они подразделяются права человека и гражданские права они имеют отличие то есть существует такой набор прав человека как который априори относится к каждому человеку на планете да то есть это право на жизнь право на убеждение право на достоинство и так далее но гражданские права они связаны как правило с той страной в которой человек проживает ну скажем так да вот такая небольшая дискриминация по гражданскому признаку когда государство принимает решение что участвовать жизни страны имеют право только граждане этой страны когда допускают голосование только граждан страны когда только граждан страны допускают скажем так обсуждению таких вот региональных вопросов и тому подобное в нашей стране точно также в казахстане это существует эта практика вот но она Она тоже носит дискриминационный характер. Вы помните, когда мы обсуждали два года назад поправки в Конституцию, 26-ю статью, когда имущественными правами наделяли всех граждан, то есть там абсолютно, когда было сказано, что каждый имеет право на имущественные права, то есть включая иностранцев. Это вызвало большие споры и большие протесты. И в итоге эта статья не была принята. Вот так отличаются права граждан и права человека. Конечно, от политического устройства страны зависит, насколько активна может быть гражданская позиция и насколько она может быть ограничена. Давайте начнем с таких далеких примеров, как права ребенка. Опять сошлюсь на Украину и сообщу вам о том, что, например, в Украине, начиная там с первого класса, с детьми проводят такие ликбезы, практики, именно по правам человека, то есть по правам ребенка. То есть приезжают правозащитники и устраивают довольно интересные, наглядные семинары о правах ребенка. Они рассказывают ребенку о том, куда он может обратиться в случаях насилия. Они рассказывают детям, какие виды насилия существуют, что это бывают и психологические виды насилия, это бывают и физические виды насилия, и что это могут быть дискриминационные насилия. Какие виды дискриминации существуют. Вот такие вот семинары проводят с маленькими детьми, и детям очень подробно разъясняют, какими правами обладает ребенок. Очень подробно разъясняют, что ребенок обладает равными правами с любым человеком, и что он такая же личность, как и любой взрослый человек, начиная от его мамы, заканчивая его учителем. И это что дает? То есть таким образом в детях воспитывают гражданскую ответственность. То есть в детях воспитывают личность, не позволяют, допустим, эту личность забивать куда-то и так далее. То есть если сравнивать с нашей школой, если сравнивать с нашими школьными подходами, когда в наших школах преподают фактически эзотерический материал Сара Алпысовны, навязывая его насильно и преподавателям, и детям. И понятно, что это очень резко отличается от той свободолюбивой практики, которая сегодня присутствует в Украине. В нарушении всяких прав мы слушали предыдущий эфир нашего уважаемого активиста о том, какая практика существует в школах, насколько авторитарны наши школы, и о том, что прав не чувствует не то, что ребёнок, даже учитель. И вот если сравнивать с тем подходом к воспитанию личности, который существует в демократических странах, когда, вот я, допустим, вам привожу пример Украины, где моему ребёнку в том числе преподают семинары по правам человека, а в других странах это происходит чуть ли не с рождения, мамочкам, родителям объясняют, какие есть у ребёнка права, какие обязанности у родителей по отношению к детям, и что они не имеют права своего ребёнка, навязывать ему свои убеждения, навязывать ему то, чем занимаются родители. Поэтому, естественно, дети в таких странах вырастают свободолюбивыми. Они очень хорошо, любой гражданин, возьмите его, они очень хорошо осведомлены о своих правах. Они не позволят, допустим, нарушить свои права ни полицейским, ни судьям. Они будут привлекать для того, чтобы защитить свои права СМИ, будут привлекать ещё каких-то людей, будут выходить на собрания, на митинги, на протесты. Но они не позволят свои права притеснять. Это самое первое, ради чего выходят во всех странах с протестами, во всех европейских странах, в Америке, в Канаде. Это когда начинают притеснять людей по принципу прав человека. И в этом смысле в этих государствах уже очень подробно, очень точно разобраны все эти права по каким-то направлениям. Экономические права, допустим, социальные права, права профсоюзов. Это всё очень детально и тщательно защищается самими людьми, охраняется. Если, не дай бог, государство осуществляет посягательство на притеснение каких-то ограничений, каких-то прав людей в той или иной сфере, люди немедленно на это реагируют и выходят с акциями протеста. Ну, понятно, что в нашей стране не то, что акции протеста, нарушения. В нашей стране очень многие люди, в принципе, не подозревают, что у них есть права и свободы. И даже если они что-то знают о правах и свободах, они знают очень абстрактно, очень обобщенно, не без ссылок на законы и так далее. Поэтому я убеждена, что формирование Личности начинается с разъяснения ребёнку его прав и свобод, с разъяснения ребёнку того, что он тоже Личность и обладает от рождения такими же правами, как и все люди. И нам надо начать хотя бы с того, чтобы своих детей и наше подрастающее поколение воспитывать именно в этом духе. У меня, допустим, Ансар, обучаясь в Украине, первое, что вот он ухватил на этих семинарах, что у него есть права и что он Личность, и он очень часто теперь на это ссылается. Для него это, конечно, серьёзное открытие, потому что, будучи уже девятилетним ребёнком, вдруг ему начали такие вещи разъяснять, и он часто прибегал и мне там рассказывал те или иные вещи, что почему нам такие уроки не проводят и так далее. Вот представьте, когда наше государство станет свободным и демократичным, и мы начнём воспитывать детей именно в духе свободолюбия, справедливости и воспитывать в них в первую очередь Личность, Личность, которая точно знает, какими правами она обладает. Понятно, что завтра огромная часть населения будет заботиться о государстве и будет строго следить за тем, чтобы государство не ускользнуло из их рук, чтобы контроль над государством не захватили монополисты, не захватили бандиты, мафии, которые сегодня управляют нашей страной. А для этого надо постоянно пресекать всякое давление, всякие попытки дискриминировать или отнять наши права. Нам, к сожалению, придётся выгребать это всё сразу, потому что уже забрали абсолютно всё и отодвинули абсолютно от всего народ. И те поправки в Конституцию, которые были приняты в этом году, то есть Назарбаев, он абсолютно зацементировал свою власть, абсолютно её узурпировал, монополизировал во всех сферах, и народ отстранили от управления полностью. Теперь даже в списке депутатов Маслихата мы не можем попасть только будучи членами Нур-Атана, мы можем туда зайти, либо членами какой-то другой партии, которую создал тот же Нур-Атан. И точно так же никто не может претендовать баллотироваться в президенты, если не являются членами какой-либо политической партии. То есть у нас человек, как раньше это было принято, что самовыдвижением может заниматься кто-то, этого тоже нет, этого права тоже людей лишили незаметно, тихо, и все это снова проглотили, потому что, в принципе, когда у тебя все права отняли, это уже становится незначительно. Поэтому нам придётся с этим режимом разбираться от и до, то есть от начала и до конца всё менять. Вот, например, статья 3 нашей Конституции, 3 часть, она вот так звучит. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти преследуется по закону. Понятно, что у нас власть присвоена и узурпирована Нур-Султаном Назарбаевым, тем не менее на него этот раздел Конституции не распространяется. Напротив, он распространяется на нас с вами, и таким образом они трактуют Конституцию, что просто переворачивают и подменяют понятия. Я почему это говорю? Потому что далее такой дискриминирующий следует текст. «Право выступать от имени народа и государства принадлежит президенту, а также парламенту республики в пределах его конституционных полномочий». Ну вот представьте, что от имени народа имеет право выступать только президент. Понятно, что нас везде и всюду притесняют. Хотя чуть выше в этой же статье сказано, что единственным источником государственной власти является народ. И несмотря на то, что это декларируется, народ полностью отодвигает от возможности управлять какими-то государственными процессами. Почему приходится выходить на всевозможные вот такие вот акции протеста, там, допустим, люди начинают возмущаться, те же профсоюзники, те же, вернее, это самое, как его, нефтяники, металлурги у нас, шахтеры возмущают. То есть они действовали какое-то время через свои профсоюзы, которые, собственно, даже профсоюзной организацией наше государство умудрилось закрыть, не государство, а власть умудрилось ограничить в правах. Даже в таких случаях узкоотраслевых люди не могут влиять на решения, не могут влиять на какие-то события в стране, потому что эту власть полностью у народа отняли, и нас по этому принципу полностью дискриминировали. Куда есть понятия, эфир идёт или вы его не видите? Что там у вас происходит? Ну, вернёмся снова к гражданской активности. Я всё-таки призываю вас к тому, чтобы вы свою гражданскую активность подкрепляли знаниями. И вот в первую очередь надо всем распечатать статью 12 из нашей Конституции. Она напрямую говорит о наших правах и свободах, о гражданских правах. И там действительно практически каждый пункт Конституции, он говорит именно о правах наших, как активистов ДВК. Я считаю, что в любом случае нам так или иначе всем приходится контактировать с людьми, нам приходится убеждать наших близких, убеждать наших друзей. И понимание своих прав — это основной стержень того, как качественно и как грамотно мы сможем защищать себя, убеждать других людей встать на нашу сторону. Потому что сегодня в первую очередь нас всех лишили этих самых прав. И именно с этого начинается узурпация власти и так далее. Мы живём в таком положении уже, начиная с 1995 года смотреть, когда была Конституция в первый раз подрезана в пользу Назарбаеву, мы живём в таком положении уже более двух десятков лет. Вот как раз разговор зашёл о ячейках. Особенно лидеры ячеек, они должны это очень хорошо взять на вооружение и изучать углубленно не только Конституцию, но и Гражданский кодекс, изучать Административный кодекс. Потому что все задержания, все походы полиции к вам, те же участковые и так далее, они начинаются с нарушения ваших прав. Они начинаются с того, что полицейские системно, постоянно нарушают ваши права. И отвечать можно только одним способом. Писать, писать и писать на них жалобы. Подавать иски, подавать заявления в службу безопасности, подавать заявления в прокуратуру, и подавать заявления в суды. Это всё делать должны, мы должны делать это всё на правовой основе. Но это невозможно будет сделать, если мы не будем понимать, что эти права нарушены. Начинать надо с того, чтобы знать, какими правами мы обладаем, чтобы завтра каждому из нас было видно, что эти права были нарушены. Вот, например, смотрите, статья 18. Такой важный пункт номер 2, который системно и массово был нарушен в отношении членов ДВК. Зачитываю. Каждый имеет право на тайну личных кладов избережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только в случаях и порядке прямо установленных законов. Законом это установлено только одним способом. Вторгнуться в вашу переписку можно только с решения суда. Активистов массово изымали телефоны и массово нарушали вот это вот конституционное право, зафиксированное в статье 18, часть 2, на тайну личной переписки. То есть все наши активисты добровольно позволили нарушить это свое право. И без всяких санкций суда исследовали ваши телефоны. И по сей день многие телефоны остались у тех же полицейских. И по сей день, не имея на то основания законного права, полиция, суды распоряжаются вашей перепиской незаконно и используют ее против вас. Используют ее потом в дальнейшем, когда выносят свои решения по штрафам. И некоторых даже, вот те люди, которые у нас сегодня находятся в судебных процессах, например, Асет Нуржалбай, его телефон исследовали незаконно. Точно так же незаконно исследовали телефон Айгулях Берды, Аблаваса Джумаева, Асета Абишева, многих других. Ну вот, очень хорошо, что кидают ссылки на Конституцию, и что вы можете эти вещи уже сейчас скопировать и сохранить у себя даже. Постарайтесь это распечатать, чтобы это было наглядно, лежало дома. И в случае, если кто-то из представителей правоохранительных органов будет посягать на ваши права, вы сможете зачитать как раз-таки Конституцию. Но этого недостаточно. Нужно изучать административный кодекс, нужно изучать кодекс гражданский, уголовный, подковывать себя со всех сторон. Кроме того, я считаю, что нам было бы всем полезно изучать, что такое общественная деятельность и принципы работы общественных организаций. Опять же, это очень важно понимать с точки зрения, как защитить себя впоследствии, какие права есть у общественных деятелей, какие права есть у общественных организаций, чтобы завтра, когда мы будем осуществлять свою активную деятельность в регионах, точно так же можно было защитить себя и начинать надо именно с этого в первую очередь. Я отвечаю на вопрос с Коном Казах. Дело в том, что да, действительно, власти определили это законом и так далее. Но я хочу сказать, что у нас было много дурацких законов, которые, собственно, они потом не могут реализовать, потому что у них для этого физически не хватает ресурсов. У них для этого нет ни технических ресурсов, не физических, и какие-то подобные уже внедрялись законы. И вот пойти и сделать вот это вот сейчас, значит, свои имей-коды передать для регистрации, это всё равно, что донести на самого себя. Я уверена, что никто в Казахстане этим заниматься не будет, только нуратановцы, возможно, это сделают, потому что у них это наверняка сделают принудительно через их общественные организации. А люди здравомыслящие не пойдут и не предоставят свои данные добровольно вот этому Министерству правды, которое требует, чтобы у них было больше удобств следить за гражданами. Это тоже нарушение конституционных прав, на самом деле, на свободу и тайну неприкосновенность частной жизни. Я считаю, что такие вот неконституционные меры люди имеют право обсуждать, протестовать против этого. Но опять в нашем обществе такой практики нет, потому что всех преследуют жёстко. И опять в очередной раз народ промолчит, естественно, власть в очередной раз залезет на голову. То есть вот сегодня ещё какую-то позицию мы сдадим в этой части, завтра ещё какую-то, послезавтра ещё какую-то. Ну и вот этот железный занавес и возврат к тоталитарной системе, он осуществляется на глазах ежедневно огромными шагами. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, кстати, у государства перед нами существуют точно такие же обязанности. Вот, допустим, государство от нас требует прозрачности и так далее. На самом деле, Конституции определено такое вот. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с отрагивающими его права и интересы, документами, решениями и источниками информации. Так вот, любой интересующий нас актуальный вопрос. Вот, допустим, принято какое-то неконституционное антинародное решение, очередное. Любой из нас может требовать эту информацию, первоисточник, на чём строилось, либо вмешиваться в процессе проекта, проектирования законов и требовать этой информации повсеместно. В отношении абсолютно любых направлений там. Допустим, по безработице, по зарплатам, по уровню заболеваемости, СПИДом или ещё что-то. Любой актуальный, интересующий вас вопрос, государство обязано предоставить доступ к информации и проинформировать. Для этого элементарно надо начинать хотя бы с ЕГОВ. То есть, если вы регистрируетесь с ЕГОВ, берёте там, регистрируете свою подпись и действуете через этот орган прозрачно, делаете запросы в те или иные структуры государственные, вам обязаны ответить. Например, Комитет по статистике, Комитет МВД, тот же Абаев, он тоже должен отвечать на все наши интересующие вас вопросы. Вот, допустим, вы, они сейчас требуют, чтобы мы дали имей-коды. Соответственно, мы можем массово писать запросы и спрашивать у Абаева, каким образом он защитит наше право на прикосновенность, которое гарантировано нам Конституцией, вот ст. 18, 2 части. Вот, пожалуйста, это инструмент работы с властями. Мы этими инструментами не пользуемся. Это вот наша правовая глухая безграмотность. Поэтому мы этими инструментами не пользуемся и позволяем таким, как Абаев, залезть нам на голову. Но мы можем это начать делать прямо сейчас. Или вот, например, есть такая статья номер 23, вторая часть, где говорится, что военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьи не должны состоять в партиях, в профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии. Давайте пройдемся по всем этим людям. По представителям судейского корпуса, по представителям правоохранительных органов. И так далее. Все эти люди на 100% нуратановцы. И более того, вот эта партия, политическая нуратан, она повсеместно нарушает Конституцию, потому что на самом деле людей в нуратан принимают принудительно целыми государственными структурами, блоками целыми. И мы все прекрасно знаем, что у них существует система взносов принудительных и так далее. И вся вот эта раздутая их, а их сегодня уже миллион человек, вся эта их раздутая структура только благодаря тому, что в нуратан людей загоняют принудительно, как скот. Такие вещи тоже можно исследовать, делать предметом, скажем так, возмущения, писать какие-то обращения, исследовать цифры, статистику. И потом заниматься, допустим, тем, что освещать это где-то в социальных сетях и показывать, как нарушаются конституционные требования. И нарушаются они в первую очередь нуратановцами, правящей партией. Я больше чем уверена, вы сможете найти очень много тому примеров. Продолжение следует... 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 и там идёт работа в штабе, о том, что руководители ячеек, они всё-таки должны создавать общественную какую-то деятельность, вести общественную работу. И у нас очень много направлений, в которых можно работать и помогать людям. А помогать сейчас придётся очень многим. Вот, например, сейчас будут до отопительного сезона выселять людей очень многих. Будут выселять банки, будут выселять суды. Либо застройщики, либо собственники каких-то, ну да, олигархи и так далее. То есть обязательно в пользу тех людей, у которых есть сегодня ресурсы административные, финансовые, будут людей без этих ресурсов вообще с последней крыши над головой выгонять на улицу. Мы все видели прекрасную ситуацию в последний раз, которую транслировали в Фейсбуке, что женщину выселили с дачного участка и разломали её дом, не дав ей собрать вещи, хотя это было единственное их жильё. И точно так же застрелился хозяин кафе придорожного, когда сносили его кафе. То есть в этом кафе жила вся его семья. То есть это единственное, что было у людей из имущества. И это всё сносили вот таким жестоким способом, неправомерным. И это будет и будет происходить. Вот я предлагаю изучить обязательно опять же статьи Конституции, другие кодексы, другие законные акты. И помогать людям хотя бы вот в этом направлении, потому что сегодня это самый злободневный вопрос. И один из самых болезненных вопросов, он касается самых незащищённых наших слоёв общества, когда в основном это люди бедные, люди, у которых нет достаточных доходов, чтобы просто прокормиться, не говоря уже о том, что им негде будет теперь жить. И вот надо исследовать эти вещи, например, понимать, куда одеваются люди, которых выселили. Надо исследовать статистику выселения, например. Исследовать её, исходя из позиции статьи 25 Конституции, первой части, когда говорится, что жилище неприкосновенно. То есть не допускается лишение жилища. Тем более вот сейчас вот, когда это происходит массово, это давно уже происходит. Есть очень много организаций в Казахстане, которые занимались и проблемами ипотечников, и дольщиков, и застройщиков, и так далее. Я считаю, что в этом смысле общественную деятельность вот в этом направлении вести тоже очень важно, потому что там очень много активных людей, людей, которые действительно уже от власти, от наших действительно насмотрелись всего самого плохого. и вот в той части находить сподвижников, соратников, единомышленников будет гораздо проще, помогая им, помогая реально. И вот здесь я вас тоже хочу призвать, чтобы в этом направлении активисты начали какую-то свою деятельность, прислали нам свои материалы, возможно, есть видеоматериалы, возможно, есть какие-то интервью и так далее. Тем более, что вы знаете, что у ДВК есть программа, которая направлена на ипотечников, которая направлена на списание кредитов и так далее. Было бы замечательно, если бы кто-то из активистов, из тех, кто сегодня слушает нас, либо из ваших знакомых, возможно, вы с кем-то проведёте на эту тему переговоры, смог бы вести в нашем чате вот такие вот эфиры с правовой точки зрения, обоснованные подкреплёнными статьями закона, то есть чтобы это был профессионал, который заинтересован в том, чтобы образовывать наших граждан, наших активистов, помогать нам. И причём очень важно, чтобы такие эфиры были по конкретным случаям, которые сейчас происходят и происходили с членами ДВК, с нашими сторонниками. И тем более, что вот сейчас, например, к нам едет большое количество правозащитников, и порою очень многие люди просто не понимают, что их права были нарушены, и поэтому не обращаются к правозащитникам. Огромное количество людей думает, что те нарушения, которые были в отношении их предпринятых властями, они незначительны. Одно то, что нас разгоняли с наших митингов, одно то, что ДВК признали экстремистской организацией, то, что до сих пор люди носят разъяснения, повестки и так далее, это всё уже является нарушением наших прав. И я считаю, что абсолютно каждый в этом чате сегодня может обращаться к правозащитникам только по тому принципу, что пользоваться чатом и быть сторонником ДВК уже предлагают преследовать. То есть власти занимаются этим однозначно, и за каждым следят, каждого прослушивают, вторгаются в его личную жизнь и так далее. Уже это становится предметом для того, чтобы обратиться к правозащитной структуре и хотя бы начать хоть какое-то сопротивление с пределу произвола властей. Почему я поднимаю эту тему? Потому что я пытаюсь добиться активности, массовой активности в сопротивлении, в нарушении этих прав, потому что это всегда начинается вот именно с самого себя. Если мы начинаем сопротивляться произволу, а сопротивляться не так, что мы пришли в сети, поговорили и разошлись, а сопротивляться действенно, писать заявление, обращаться в прокуратуру, обращаться в суды, обращаться в службы собственной безопасности, требовать, требовать и требовать соблюдения ваших прав. Вот с этого и начинается вот всё это сопротивление. И таким образом мы можем массово, воздействуя на власть такими вещами, массово воздействуя, мы можем добиться какого-то успеха. Потому что никому не нравится. Видите, когда дело касается отдельно взятого какого-нибудь полковника или майора полиции, который превышает ваши права на улице, гоняется за вами и так далее. Это одно. Когда дело касается системы в целом, это другое. Так вот, их бить надо персонально. Персонально каждого участкового, каждого полицейского, который вызывает вас на допрос, допустим, к 6 часам вечера, когда заканчивается рабочий день, и этот день регламентирован трудовым законодательством страны. Если на такие вещи не обращать внимания, что вас в пятницу вечером приглашают на беседу без повестки и без ничего, то они действительно будут и будут залезать к нам на шею. А когда вы каждый на своём месте оказываете сопротивление в правовой сфере, грамотно и последовательно, персонально бьёте каждого из тех, кто нарушает ваши права, тогда с этого и начинаются перемены, как правило. Это и будет толчок. По поводу требований референдума. Да, за нами закреплено конституционное право на участие в референдуме, на то, чтобы принимать участие в важных решениях жизни страны через такой конституционный инструмент, как референдум. Но такое возможно только в правовом государстве. Вы прекрасно знаете, что наше государство лживое, что ни разу в стране выборы не проводились честно, ни один референдум не проводился честно. И сейчас требуют референдума, и потом, значит, власть проведёт нечестные результаты, покажет и так далее. И в дальнейшем будут размахивать этим референдумом, как тряпкой говорить, это решение было народное. Мы провели народный референдум, и народ принял решение. Нам же этот референдум как бы и вылезет боком. Такие вещи хороши там, где существуют уже правовые принципы, работают, и где законность одинакова для всех. К сожалению, в Казахстане ничего не работает, когда идёт разговор о системе в целом. Поэтому я и говорю о том, что работать надо персонально, с каждым чиновником, с каждым полицейским, с каждым участковым. Если он нарушил ваши права, значит, персонально надо этого полицейского, так сказать, мочить или этого чиновника, писать на него жалобы, собирать каких-то людей в свою поддержку. И именно персонально устранять каждого вот такого нечестного человека, который занимается произволом, превышает свои полномочия, нарушает ваши права. Тогда это будет возможным. А участвовать в каких-то глобальных акциях, которые завтра будет правительство оценивать, это невозможно, потому что в любом случае мы проиграем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... на сайт петиции по сбору подписей зампичных президентов. У нас заблокировано огромное количество источников информации. Например, заблокирован сайт Мухтара Аблязова. Заблокированы еще какие-то источники. Например, есть такой популярный ресурс «Кавказ-центр». Либо еще какие-то ресурсы информационные, которые не угодны властям. И власти их в одностороннем порядке берут и блокируют. Например, ежедневно блокируется Телеграм. С 9 вечера, как обычно, блокируют Телеграм, Ютюб, ограничивают трафик на Фейсбуке и так далее. Это все тоже остается без нашего внимания, хотя мы могли бы на это влиять. Потому что ограничивают именно наши права и тот трафик, который вы недополучаете в течение месяца. Вы его оплачиваете ежедневно, ежемесячно. Это тоже существенный повод для того, чтобы писать и жаловаться на то же ведомство. Дауре, на Абаева, на Казахтелеком и так далее. То есть на любые организации, которые причастны, допустим, к вашему трафику. Если вы пользуетесь услугами, скажем так, Алмат-ТВ или Казахтелекома, или Билан, значит, писать, надо на них жаловаться, жаловаться и жаловаться. То есть персонально бить в ту организацию, которая предоставляет вам услуги. Таким образом будет создаваться поток проблем у этих организаций. И впоследствии определенное количество этих проблем тоже вынудит их в какой-то мере думать о том, чтобы заниматься этим трафиком другими способами. То есть государства будут вынуждать думать на эту тему, принимать какие-то решения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, например, у нас сегодня очень трагическая стала известна новость. Наш друг Мурат Тунгишпаев, журналист, потерял зрение на левом глазе. Он потерял зрение, потому что наши правоохранительные органы допустили в отношении него пытки. Не оказание медицинской помощи — это и есть пытки. Был допущен правовой произвол человека держат с 10 мая под арестом. Тунгишпаев ослеп на один глаз. Очень стремительно произойдет слепота второго глаз. Это неизбежно, это констатизм следователей. Я прошу администраторов найти пост адвоката Мурата Тунгишпаева. Его зовут Мухтар Туриханов. И там есть фамилия следователя, который ведет его дело. Соответственно, все мы можем жаловаться на действия следователя и требовать освобождения Мурата. Тем более, что за все это время не было произведено никаких следственных мероприятий. Он даже не был допрошен. То есть следователь сидит и, наверное, ищет способы сфабриковать на него какое-то обвинение. Статья 405, по которой обвиняют Мурата, она допускает домашний арест. В домашних условиях ему могли бы спасти глаз, могли бы спасти зрение. Но этого не допустили. В результате Мурат слепнет. Если сейчас мы срочно не начнем требовать освобождения Мурата, но требовать его надо именно вот таким способом, грамотно обращаясь к тому следователю, обращаясь к прокуратуру города, обращаясь к тому же Жакипу Асанову, к тем, кто декларирует, что у нас есть права, что судейский корпус стал гуманнее и так далее. То есть вот эти все вещи надо писать, писать и писать. Тогда, возможно, мы спасем ему зрение. Возможно, мы сможем помочь ему восстановиться в зрении. И это очень тяжелый и печальный результат. И результат бездействия, естественно, правоохранительных органов и того, что мы с вами тоже допустили этот момент. Ну да, как-то действительно не очень хорошее слово «мочить». Я, как Путин практически, «мочить в сортирах» использовала не совсем хорошее слово революционеров. Приношу извинения. Ну так вырвалось. Видимо, уже очень хочется их мочить. Другого слова нет. Ну и, кстати, это одно из требований, одно из гарантированных Конституция наших прав. То есть каждый из нас имеет право на работу, на социальную поддержку, если этой работы нет, и на достойную оплату труда. В Конституции тоже есть такая глава, есть такая часть. И государство, понятно, с этим тоже не справляется, власть не справляется с этим. Точно так же, как каждому из нас гарантировано право на жилье. И такие условия, при которых приобретение жилья возможно. Это тоже то, с чем не справляется государство. В итоге огромное количество людей прозябает без работы, без крыши над головой. И вынуждено огромную львиную долю своих доходов тратить на оплату арендного жилья. Либо на оплату кредитов. И что самое отвратительное, самое печальное, что 3 триллиона только за этот год было залито в наши банки. Причем для поддержки, для оздоровления банковского климата. И понятно, что эти деньги брались из государственных фондов, которые годами накапливали деньги граждане Казахстана. Вот это и есть бандитизм, мафиозная структура, грабеж. Когда простого человека вынуждают стрелять себе в голову, потому что ему негде жить. А банковскую систему поддерживают 3 триллионами тенге, называют и оздоровлением. Вот это и есть та самая циничная, наглая система правления Назарбаева, которую он установил, когда все в пользу его кармана, все в пользу его кошельков. И все только так, чтобы гражданин обычный не мог головы оторвать от земли и занимался только поисками куска хлеба. Не мог думать ни о политике, ни о культуре, ни о развитии своей личности, а мог думать только о том, где взять этот кусок хлеба. Продолжение следует... 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 Таким образом, вот у нас две задачи минимум, которые вот сегодня у нас актуальны. Это, во-первых, мы продолжаем акцию за освобождение Ухтара Джагишева. И сейчас нам срочно нужно проводить акцию и принимать все меры для того, чтобы власть освободила Мурата Тунгишпаева. Поэтому я прошу вас начать практиковать вот эти способы, писать жалобы, возможно, даже объединяться, писать коллективные заявки. Возможно, кто-то такую инициативу проявит, создаст такое коллективное обращение, иск против. Не надо обращаться с петициями к государству. Пожалуйста, президент или там, пожалуйста, прокурор, посмотрите, помогите. Нет, это делать нужно по-другому. Нужно именно требовать соблюдения закона от следователя и требовать, чтобы следователя привлекли к ответственности. Надо брать одно конкретное лицо персонально и давить на это лицо общественным мнением, общественными усилиями. Только так будут работать наши права. Когда мы общественными усилиями будем добиваться, чтобы определённое должностное лицо выполняло свои обязанности строго в соответствии с законом. Если вот взять, привести пример общественного давления после смерти Дениса Телла, согласитесь, был огромный резонанс. Огромное количество людей вдруг прозрело, и людям стало понятно, что они следующие в этой цепочке бессмысленных смертей. И тогда люди начали требовать, чтобы предоставили там, начали реализовывать реформу МВД, кто-то требовал отставки Касымова, кто-то требовал отставки главы ДВД города Алматы. Чем всё закончилось? Вот эта вся огромная элита полицейская, естественно, на руку полицейской элите, когда требуют реформу. Естественно, очередные огромные деньги, миллионы, миллиарды зайдут в структуру, очередной распил будет и так далее. Разумеется, Назарбаев ни за что не отдаст своего мясника и никогда не позволит его кому-то снять. Такое решение будет принимать только сам Назарбаев. Сохранили даже должность начальника ДВД Алматы. А вот начальник местной полицейской службы он подал заявку об отставке по собственному желанию. Вот кого убрали. Снесли пешку на большой шахматной доске. Все остальные остались. Но наша задача хотя бы пешек сносить, когда это касается общественного дела. Поэтому я предлагаю все-таки давить на следователя, давить общественно организованными какими-то заявлениями, потому что на сегодняшний день человек лишен зрения. Это тяжелая форма инвалидности. Она создает огромный дискомфорт. Вы прекрасно понимаете, что человек навсегда лишен того комфорта, к которому он привык. И это огромная психологическая травма для любого. И мы должны помочь сегодня Мурату хотя бы таким способом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Конечно, было очень мало сказано относительно тех прав и свобод, которые существуют у нас с вами. Но эта тема для самостоятельного изучения я всего лишь попыталась задать вам ориентир, для того, чтобы вы могли это изучать углублённо, для того, чтобы кто-то мог прийти и рассказать нам об этом более профессионально. и кто-то, возможно, проявил какие-то инициативы и начал действовать в рамках того, что мы сегодня с вами обсуждали. И поэтому я думаю, что на этом эфир сегодняшний окончен. не подождущий вопросов. Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Я говорила в предыдущем эфире о том, что сегодня по политическим мотивам преследуют самых простых людей, совершенно непричастных ни к политической деятельности, даже не имеющих опыт гражданской активности, и таких людей сегодня держат в тюрьмах. Поэтому, конечно, Казахстан сегодня будет под пристальным вниманием, с учетом того, что они подписали соглашение с Европарламентом, с Евросоюзом, и Назарбаев ждет сегодня активных инвестиций, активного партнерского участия со стороны Европейского Союза. И мы специально собираем всю эту информацию для того, чтобы правозащитные деятели со всей Европы, со всего мира могли оказать давление на наш режим и требовать соблюдения прав человека, прав и свобод, чтобы мы могли требовать освобождения Джакишева, остальных политических заключенных. Это все будет иметь место, и это все будет иметь место в ближайшее время. И поэтому наша с вами активность, это будет вклад в те самые резолюции и решения, которые начнет принимать Европарламент в пользу народа Казахстана. Поэтому я вас еще раз прошу активнее сотрудничать с правозащитниками, которые сегодня приехали в Казахстан. Большое спасибо за внимание. Услышимся в следующий раз обязательно. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.